Мы живем в мире, где на небе светит один источник света – наше солнце. Именно солнечное освещение является привычным нам и эталонным. И именно этот факт мы обязаны учитывать при постановке света в фуд-фотографии. В этом видеообучении я расскажу тебе, как использовать естественное освещение для создания вкусной и аппетитной фотографии еды. Ты узнаешь, как снимать блюда, используя свет из окна, для чего тебе нужен штатив и стоит ли использовать отражатели. Сейчас я нахожусь в помещении, где много естественного света и светлые стены. Это хорошо и плохо. Хорошо тем, что мне не нужно использовать слишком длинные значения выдержки, но с другой стороны, чрезмерное обилие света затрудняет создание объема на моей фотографии. Но все эти проблемы решаемые. Итак, давай обсудим список оборудования для создания кадра с естественным светом. Нам нужны 4 вещи – чем снимать, на чем снимать, чем светить и что снимать. И еще немножко свободного времени. Как фон мы используем обычный белый ватман. Этот кусочек бумаги просто замечательен в те моменты, когда мы не хотим отвлекать внимание от блюда. И еще мы его будем использовать в качестве отражателя. Блюдом нам служит вкусный и нежный французский десерт – макароны. Я специально выбрал их пастельных тонов, чтобы подчеркнуть эту самую нежность и хрупкость. Снимать же мы будем на Fujifilm X-T2. Это моя рабочая камера и вместе с объективом с фокусным расстоянием в 90 мм она просто творит чудеса фуд-фотографии. В какой-то момент начинаешь даже смутно подозревать, а нужен ли я в этом тандеме. Еще нам нужен будет штатив, чтобы без лишних проблем снимать на длинных выдержках, да и учиться выстраивать композицию со штативом гораздо легче. Как источник освещения я буду использовать окно. Очень важный момент – не должно быть прямого солнечного света. Дело в том, что для удачной фуд-фотографии свет должен быть максимально мягким. Это самый красивый свет в природе и один из приемов создания аппетитности блюда. Мягкость света можно достичь двумя способами. Первый – большой рассеивающий рефлектор. Чем больше, тем лучше. Окно без попадания прямых солнечных лучей – это очень хороший большой рассеивающий рефлектор. А второй способ – это максимально расположенный ко свету объект съемки. Макароны я выкладываю по диагонали – это один из приемов создания динамической композиции. Для придания равновесия кадру я выкладываю цветы по перпендикулярным основной диагонали линиям. Тут я сделаю небольшое отступление и расскажу немного о создании истории для этого кадра. Перед съемкой мы открываем гугл и начинаем изучение истории ассоциативных рядов снимаемого блюда. Сколько новых идей можно почерпнуть благодаря таким вот поискам, ты себе даже не представляешь. И что же мы можем узнать про макарун? Это легкий и хрупкий десерт. Он ассоциируется с воздушностью. Макарун должен быть мягким и ароматным. И именно поэтому я выбрал белый фон и цветы как дополнение. Белый фон символизирует легкость, цветы, воздушность и аромат десерта. И зритель, увидев такой кадр, подсознательно будет испытывать эмоцию, которую я ему подсказываю. Но вернемся к композиции. Помимо использования диагонального сечения, я выбираю максимально высокий угол съемки, чтобы увеличить глубину резко изображаемого пространства и передать фактуру макарону. Еще один способ передать фактуру и соответственно объем – это использовать мелкие предметы. Этот прием я использую по двум причинам. Передать объем и избавиться от стерильности кадра, сделать его более приятным к взгляду. Мелкие предметы могут быть разнообразными. Молотый перец, сахар, хлебные крошки, мука. Сейчас же я раскрошу один из макарон. Следующий этап – создание светотеневого рисунка. Я уже подвинул всю нашу композицию максимально близко к окну и теперь мне остается лишь уменьшить тень с помощью отражателя или наоборот увеличить ее с помощью черного флага. Вот я и сделал свой кадр. Теперь приступим к обработке. Очень важно снимать таким образом, чтобы практически не оставалось работы при обработке тебе или твоему ретушеру. И снимая этот кадр я именно так и поступил. Я снимаю RAW и в открывшемся диалоговом окне камеры RAW я повышаю температуру кадра и совсем немного делаю его светлее. Это необходимо для того, чтобы и так белый фон выглядел еще белее. Опционально можно добавить объем с помощью инструмента Clarity. И теперь в фотошопе мне остается только скадрировать кадр, чтобы усилить диагональные линии. И в заключении я хочу напомнить тебе те правила, которые я затрагивал в этом обучении. Для съемки с естественным светом тебе нужен фотоаппарат. Объектив с фокусным расстоянием не меньше 90 мм, фон, штатив и естественно само блюдо. Для фотофотографии необходим рассеянный мягкий свет. Для этого используй большой рефлектор по типу софтбокса и ставь его максимально близко к блюду. Окно без прямых солнечных лучей – это идеальный софтбокс. Используй штатив для съемки. Это позволит тебе снимать на более длительных выдержках. Ты сможешь смягчать светотеневой рисунок с помощью отражателя или наоборот усиливать тень с помощью черного флага. Всегда продумывай историю блюда. Используй в кадре самые распространенные ассоциации. Тогда твой кадр будет близким к зрителю, понятнее. Ну а теперь домашнее задание. Сними легкий воздушный десерт, используй те знания, которые ты приобрел с помощью этого ролика. Это могут быть те же макаруны или десерт Павловой. Используй естественный свет и попробуй снять это блюдо на темном фоне. Я буду рад, если ты, выставив результат в инстаграм, отметишь меня и добавишь хэштег. А в фейсбуке просто отметь страницу моей фотошколы. И если ты хочешь узнать больше про съемку блюд с естественным светом, о том, как делать контрастные снимки, или как снимать темные блюда со светом из окна, то добро пожаловать на сайт фотошколы, где специально для тебя я снял полный обучающий пакет по съемке с естественным освещением. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...